Широкое боевое применение танков на полях сражения Второй мировой поставило вопрос о создании средств противодействия. Существовавшие противотанковые буксируемые пушки частично решали проблему, так как были эффективны в заранее подготовленной противотанковой обороне с укрытиями, инженерными заграждениями и минными полями. Но буксируемым орудиям не свойственна высокая мобильность. Решением проблемы была разработка и запуск в серийное производство самоходных артиллерийских установок. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Time to Upgrade и сегодня мы представим вам немецкие самоходные установки времён Второй мировой войны. Лёгкая самоходная артиллерийская установка Веспе. Самоходная гаубица создана на базе устаревшего лёгкого танка Т-2 и предназначалась для повышения мобильности частей полевой артиллерии бронетанковых войск. В ходе создания самоходной гаубицы базовое шасси было перекомпоновано. Двигатель был перенесён вперёд, а для водителя была смонтирована невысокая рубка в передней части корпуса. Длина корпуса была увеличена. Над средней и задней частями шасси была установлена просторная бронированная боевая рубка, в которой на станке устанавливалась качающаяся часть модифицированной 105-мм полевой гаубицы. Вес осколочно-фугасного снаряда этой гаубицы составлял 14,8 кг, а дальность стрельбы равнялась 12,3 км. Установленная в рубке гаубица имела угол горизонтальной наводки 34 градуса, а вертикальный – 42 градуса. Бронирование самоходной гаубицы было сравнительно лёгким. Лоб корпуса – 30 мм, борт – 15 мм, боевая рубка – 15-20 мм. В целом, несмотря на сравнительно большую высоту, самоходная установка была примером целесообразного использования шасси устаревших танков. Она производилась серийно с 1943 по 1944 года. Всего было выпущено более 700 машин. 150-мм самоходная гаубица «Хуммель» Самоходная установка разработана на базе танка Т-4 с широким использованием узлов танка Т-3. Шасси танка Т-4 перекомпонована. Боевое отделение расположено сзади. Силовая установка в центре корпуса. Отделение управления, трансмиссия и ведущие колёса – в передней части. Боевое отделение представляет собой открытую сверху бронированную рубку. Самоходная гаубица конструктивно аналогична самоходному противотанковому орудию «Насхорн». Но вместо 88-мм противотанковой пушки в боевой рубке на станке установлена качающаяся часть полевой 150-мм гаубицы с длиной ствола 30 калибров. Гаубица могла вести огонь осколочно-фугасными снарядами весом 43,5 кг на дальность до 13 км. В связи с тем, что использовались выстрелы раздельного заряжания, скорострельность была относительно невелика. Горизонтальный угол наводки гаубицы составлял 30 градусов, а вертикальный – 42 градуса. Для уменьшения силы отдачи на части гаубиц были установлены дульные тормоза. Для управления огнём использовались прицелы, обычно применяющиеся в полевой артиллерии, так как самоходная гаубица, как правило, использовалась как орудие полевой артиллерии и состояла на вооружении артиллерийских полков танковых дивизий. Самоходная гаубица выпускалась серийно. Всего с 1943 по 1944 годы было выпущено более 700 этих самоходок. 600-мм самоходная мортира «Карл» 600-мм тяжёлые самоходные мортиры «Карл» стали самыми крупнокалиберными из всех применявшихся во Второй мировой войне самоходных артиллерийских установок. В 1940-м и 1941 году были созданы семь машин, один прототип и шесть серийных САУ, которые предназначались для разрушения долговременных оборонительных сооружений. Первую мортиру изготовили в ноябре 1940 года, и она получила имя Адам. До середины апреля 1941 года были выпущены ещё три – Ева, Тор и Один. На начало Великой Отечественной войны первая батарея Тор и Один была придана группе армий «Юг», а вторая – Адам и Ева – группе армий «Центр». Последняя обстреливала Брестскую крепость. Первая батарея находилась в районе Львова. Тор произвёл четыре выстрела, Один же огонь не вёл, так как потерял гусеницу. В июне 1942 года Тор и Один обстреливали Севастополь, выпустив при этом 172 тяжёлых и 25 лёгких бетонобойных снарядов. Их огнём была подавлена советская 30-я береговая батарея. К концу августа 1941 года в войска поступили ещё две мортиры – Локи и ЗИУ. Последняя в составе 638 батареи в августе 1944 года обстреливала восставшую Варшаву. Качающаяся часть 600-мм мортиры была установлена на специальном гусеничном шасси. Ходовая часть состояла из 11 опорных и 6 поддерживающих катков на борт. Наведение мортиры осуществлялось вручную. При выстреле происходил откат ствола в люльке и всего станка в корпусе машины. В связи с большой величиной силы отдачи самоходная мортира «Карл» перед выстрелом опускалась днищем на грунт, так как ходовая часть не могла воспринять усилия отдачи в 700 тонн. Заряжение производилось с помощью стрелы, установленной на бронетранспортере. Каждый такой транспортер переводил четыре снаряда и заряды к ним. Вес снаряда составлял 2200 килограммов. Дальность стрельбы достигала 6700 метров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Друзья, для нас очень важно знать, что вам нравится или наоборот не нравится наше видео, поэтому мы просим вас оставлять свои мысли в комментариях, а если вы хотите поддержать наш проект, тогда подписывайтесь на наш канал. На этом у нас всё, спасибо, что посмотрели этот ролик до конца.